следующий бой это Эдди Альварес против Джастина Гейджи опять же как бы оба парня топовые четвертый и пятый номер соответственно ну как бы что сказать Гейджи себя прекрасно проявил все это видели ну большинству абсолютному большинству его перформанс конечно же понравился там равнодушным достаточно тяжело после просмотра этого боя вообще быть парень рубака любит зарубиться очень жесткий имеет имеет достаточно хороший удар тяжелый имеет достаточно неплохую держалку хоть его и шатали уже как бы и не раз и Джонсон это делал и Фермино его шатал но в любом случае как бы удосрочить себя Гейджи не не дает всегда восстанавливается всегда возвращается ну совершенно открыто дерется плюс стоит еще его здесь копилку прибавить то что по базе он борец иногда он пользуется этим боях причем достаточно прям так хорошо успешно в Афсофе особенно это было несколько раз когда он ну как бы в любом случае то есть захотел затейкдаунил соперника захотел там поднял он себе протащил то есть какой-то амплитудный бросок сделал вот ну другое дело что он как бы это особо делать не хочет в основном работают стойки вот но что касается Альвареса у него конечно тоже ситуация такая скажем ну после поражения от нокаутом отлетать и затем он провел только один бой ноу-контест с Парье ну как бы опять же тут особо говорить нечего я думаю все помнят то что там на самом деле ноу-контест не должно было быть вот Альварес опять же боец весьма сбалансированный то есть реально у него хороший бокс у него хорошая борьба определенно и стоит еще заметить что как бы в любое как бы это бывший чемпион UFC это бывший чемпион Беллатора и других там уже менее известных промоушенах поэтому как бы в любом случае боец достаточно серьезный но здесь он встретит гейджи я просто сразу вышку выскажу свое мнение я думаю гейджи его просто уничтожит собственно на этом мое мнение закончено ну я естественно думаю что а ты вышел да ну я игру да чё чё думаешь я думаю что гейджи должны быть более равны ну естественно гейджи я думаю тоже фаворит то есть ну большинство знает но просто еще раз повторю что допустим это гейджи это олимпийский а не олимпийский а американ по борьбе да но тем не менее тем не менее в борьбе были его уже такие моменты когда он проигрывал бойцам борьбе то есть он его и переводили и его контролировали плюс в голову он пропускает вообще в принципе ну то есть это достаточно так то есть понятно что защита вот именно вот отличная атакующая техника он жестко бьет ногами лоу-кики он жестко бьет с рук но тем не менее защита именно защита себя у него строится только на том чтобы закрыть голову лицом вот на самом деле да то есть он даже не себя и руками и покрывает вот помимо всего прочего у него просто убийственный удар это просто вообще жесть но он реально голову может снести этим ударом у него жесткие волкики которые вообще технически блокировать трудно потому что они быстрые и они разбивают ногу в хлам вообще просто и уже так сказать деморализует бойцов мы уеди альвареса кстати видели уже что как он может пропускать волкики это в бою с дональдом сирона где он его кормил волкиками а вот плюс в стойке конкретно именно если вот просто в сухом сухую и стойку брать то есть техническую я думаю альвареса здесь лучше но по факту что они подставляют я думаю что гэджи имеет преимущество стойки потому что именно бокс защиты у альвареса лучше но то как гэджи прет вперед это просто ну жесть он принимает почти любой удар и не падает во первых во вторых он избавляет обороты точнее он первый раунд будет жестко он просто идет вперед он принимает голову все и он стоит и он продолжает переть даже когда он сдох он вздыхает кстати говоря то есть помимо то есть мы уже заметили что гэджи минусы у гэджи это защита в стойке это определенно его кардио потому что у него есть кардио хорошие но только он работает энергозатрат в стойке это ну не сравним с его кардио есть достаточно более то есть тот же альварес лучше по кардио чем он вот но даже когда он вздыхает он выбрасывает очень тяжелый удар он не сдается он не пасует он просто идет также вперед или стоит ну короче он определенно так сказать боец беззадней альварес более умный боец у него более разносторонний боец поэтому кайфы я думаю не совсем по делу но более прогнозируемый результат это естественно победа гэджи нокаутом потому что я как бы наверное я буду я скорее на болею за альварес и я буду что более прогнозируемый результат это победа гэджи нокаутом потому что альварес за свою карьеру нахавался столько что это просто но я не знаю то есть его болтала с петтисом он ну ладно там с милендезом ну ну тоже кстати хау он понятно там деклас парьер он танцевал то лиц маленьких утят он за все он и пропускал в голову и вот эти вот рубки 2 3 до убила трубки жесткие то есть все что вот он запускал в голову это вот сейчас мы можем видеть на примерном примере боя с датсином паре другое дело что гэджи он не умеет работать так на дистанции как это делает джастин но ему принципе наверное это не нужно потому что его крепкость башки его силы удара это это жестко поэтому все таки наверное гэджи хотя как мне лично хотелось бы наверное чтобы ну то есть у меня такие противоречивые мысли то есть я хотелось бы мне чтобы альварес победил но гэджи интересный проспект поэтому если он победит будет гораздо интереснее в дивизионе не очень крутой если смотреть что-то интересный побои то это определенный темчик и победа гэджи досрочно ну в целом я согласен только не понимаю чего так говорить это что там гэджи каменная голова крепкая голова это тоже абсолютно не является так потому что его мы видели тоже как болтала от пропущенных ударов несмотря на то что альварес за свою карьеру значительно больше нахавал тяжелых попаданий но тем не менее они начинают его потихоньку давать пробоины и это является тревожным звоночком в любом случае потому что когда альвареса прессингуют он очень и очень хорош потому что у него нет задней он не убегает никуда от рубки он начинает тупо рубиться и выбрасывать удары и это создает проблемы его соперникам он для примера так стал чемпионом в этой организации так он зацепил пейтиса ну короче у есть у него возможности в чистой рубке которую ему однозначно предложит гэджи хорошо встретить ударом и повернуть бой в свою пользу но к сожалению все таки шансов у гэджи побольше потому что конкретно панч у него сильнее он бьет явно более тяжело и немножко более разнообразно поэтому скорее всего я склоняюсь тоже к тому что он завершит бой нокаутом однако если он своей беспорядочной рубки умудрится пропустить удар это меня тоже особо не удивит ну в принципе мнение совершенно объективное я считаю поэтому как бы здесь наверное все давайте дальше пойдем интересный картоши да следующий бой опять же ну тут от боя к бою реально прям все интересно интересно опять же топовые представители своего дивизиона номер два генри сихута и номер четыре серхио петис этот бой уже один раз отменялся по моему сейчас все таки все таки получилось организовать этот бой сихуда борец достаточно хорошего уровня но он дошел до деметриуса джонсона где джонсон просто его не почувствовал как мне кажется просто пробил в туловище и закончил бой затем сихуда сплитом проиграл биновидус но там был очень близкий бой это бой проходил стойки и сихуда как бы ну несмотря на то что он базовый борец он показал что стоечка у него весьма неплохая ну и собственно следующий бой достаточно предсказуемо на мой взгляд вырубил вилсона рейса ну и собственно опять же петис как бы поначалу пришел в юси ну звезд с неба он не хватал это мягко говоря потому что он просто тупо чередовал победы и поражения причем поражение у него были в боях которые он по сути выигрывал то есть у него очень хорошая стойка ну прям реально хорошего него достаточно неплохая борьба он по сути раз совершенно во всех компонентах укомплектованный боец но вот имеет он достаточно серьезный пробел в крепости челюсти по моему мнению и как бы именно это и давало сбой то есть кассерес его задушил именно после нокдауна ну и собственно бинаид его нокаутировал вот но сейчас петису удалось выйти на стрих из четырех побед решениями против достаточно хороших бойцов в крайнем бою с брэндоном мореной отработал ну очень хорошо достаточно умный бой провел ну и это собственно ему позволило сейчас драться с тихудой и по сути претендовать на контендерство я так считаю вот как бы свое мнение по исходу высказать я вот здесь на сто процентов не уверен вот но учитывая коэффициенты я бы здесь может быть даже присмотрелся к петису но еще как бы до конца сейчас не могу сказать андрюх ничего не могу сказать настало время петису опять нокаут уйти все суровое мнение ну то есть смотри сихуда 139 как бы нормально по делу да я считаю что плюс-минус да потому что сихуда несмотря на то что он имеет борцовскую базу он развивается как ударник и мы видели с беновидесом который ну можно сказать так оборонять диметриуса от проспектов уничтожая их он практически ни с кем особо проблем не имел до того как встретился сихуда и проигрывал ему конкретно в стойке и в нокдаун даже упасть успел поэтому я считаю то что как для борца он сейчас очень очень неплохой ход ударный набрал и в этом компоненте однозначно петису не уступит и учитывая то что как-то уже сказал петиса удары он держит ну скажем так не очень хорошо у него есть шансы пропустить от сихуда неплохой такой увесистый панч и там уже дело времени будет когда бой остановит но по твоему мнению досрочная победа от сихуда за 4 было бы интересно вполне под малый процент от банка почему нет понятно 7 я думаю что здесь и худо победит уверенно даже он по идее то как я представляю себя воем даже шансов не оставит потому что в принципе да то есть 50 хороший боец достаточно разносторонний неплохая в джиу-джитсу и хорошая стойка ну в принципе потому что когда он встречается при ну достаточно такими нормальными борцами то есть он тогда он пропускает тот же морен например его переводил да то есть я вообще думал что морена конечно будет но это был вообще просто какой-то пакин щит со стороны морена естественно пэтис умно провел бой да то есть он не лег саморожен но морена могут намного тоже более умнее провести бой он показал что он пиздюк еще вот ну это в общем думаю что пэтис да то есть у него неплохая защита от трикдаунов но олимпийский борец все худо да бравший золото во первых во вторых видно хорошо адаптирующий борьбу в мм а то есть он даже ну то есть если мы вспомним он и мышонка переводил в принятых партах вот плюс это не просто борец это преимущественно базовый борец который обрел отличную отличную стойку у него хороший бокс действительно как если бы уйдет просто его бокс без борьбы я бы сказал что он ударник а не плохой клинч я думаю что в принципе пэтису в этом бою поверь нечего да как говорится по факту я думаю что пэтис будет искать бореша сихуда в клинче и будет на это делать акцент но сихуда из клинче если ну то есть пэтис будет работать в клинче то сихуда просто будет переводить деклассе партой или накидывать ему удар в голову то есть это будет грязный бокс какой-то ну я думаю это так я представляю это так я представляю так что сихуда скорее всего победит досрочно вот то есть вот пэтис да у них плохой ударник я думаю что сихуда если честно даже и в ударке будет лучше поэтому 1 4 там сколько не удают я думаю это нормально тесно за 1 и 5 лучше его забирать было но за один и там сколько там за для двойника это неплохо ну в принципе тогда понятно как бы свое мнение высказали давайте пойдем дальше